В ходе Второй мировой войны нацистская Германия и ее союзник Япония разрабатывали новые тактики, которые вселяли ужас в сердца врагов. Они использовали смертников. Первые атаки Камикадзе насмерть перепугали американских солдат. Но в Японии фанатичная идея получила колоссальный отклик. Самолеты-убийцы. Суперторпеды. И ракетные снаряды. Все они пилотировались людьми. Вперед! Для многих молодых летчиков это был путь в один конец. Япония строила сверхсекретные сооружения. Потрясающе. И разрабатывала оружие, требовавшее акта самопожертвования. Это невероятная история о Камикадзе. Крупнейшие проекты времен Второй мировой войны, построенные по приказу Гитлера и его японских союзников с целью укрепления мирового господства. Сегодня они служат мрачным напоминанием о фанатичных военных амбициях фюрера. Это секреты супероружия нацистов. Суперсооружение Третьего Рейха. Камикадзе. 12 апреля 1945 года. Авиабаза Каноя. Япония. В секретном подземном бункере на юге Японии вице-адмирал Матомо Угаки готовится отправить отряд самоубийц против американских сил. Приказывайте. Подготовьте пилотов ударных отрядов специальных атак. Угаки принял решение. Чтобы не допустить захвата Японии, нужно высылать в бой столько смертников, сколько не видел свет. Сегодняшнее сражение простым не будет, но смелость и упрямство способны устрашить даже бесов. Вы справитесь. Его новое оружие — снаряды с ракетным двигателем. В горах на юге Японии за густыми зарослями бамбука таятся руины секретного командного центра. Там вице-адмирал Угаки планировал сотни вылетов смертников. Потрясающе. Военный историк Майк Павелик получил доступ к заброшенному бункеру. Поразительно. Чтобы защититься от бомбежки, Угаки организовал строительство бункера внутри горы. Только взгляните, какие толстые стены. Тут сверху около метра, наверное. А здесь сужаются сантиметров до 45. Это делает укрытие очень прочным и весьма надежным. Тут не один бункер. Это череда укрепленных бетонных пещер, протянувшаяся на сотни метров. Адмирал, его команда и секретари. Весь штат сидел здесь с картами, телефоном и радио. Это был подземный штаб, откуда велось управление операциями смертников против американского флота. Разработка этой сокрушительной тактики велась как в Японии, так и в Третьем Рейхе. Когда в Европе войска Гитлера начали терпеть поражение за поражением, нацисты начали формировать отряды смертников, движимых фанатичной любовью к фюреру и отечеству. В Японии подобные части появились в 1940 году. Японцы подписали пакт с нацистской Германией и фашистской Италией. Страны Оси договорились помогать друг другу. Японская империя желала расширить границы, завоевав часть Азии. В ответ Америка отказалась торговать с Японией. Экономическая блокада поставила Японию в крайне затруднительное положение, ведь теперь страна оказалась вовлечена в конфликт с Соединенными Штатами. 7 декабря 1941-го. Япония внезапно нападает с воздуха на американскую военно-морскую базу. Пёрл-Харбор на Гавайях. Атака на Пёрл-Харбор оказалась невероятно успешной. Она изрядно истощила силы Тихоокеанского флота. Американцев застали врасплох. Япония и её союзники-нацисты вступили в войну с Америкой. В последующие годы страны Оси начинают терпеть поражение. 6 июня 1944-го года союзники высаживаются во Франции. Открывается Западный фронт. А в Тихом океане американский флот выступает на Запад. Цель операции — раздавить Японскую империю. 20 июня 1944-го года японцы и американцы встречаются у Марианских островов. Столкновение с мощью американского флота наносит Японии сокрушительное поражение. Недаром бой при Марианских островах прозвали охотой на индюков. Американские воздушные силы разделали японские воздушные силы под орех. Потоплено три японских авианосца. Уничтожены 600 самолетов. Надводный флот Японии был полностью уничтожен. Значительная часть военных сил была потеряна в сражении у Марианских островов. Главной причиной поражения стала уязвимость японского истребителя. Митсубиси Зеру. Майк осматривает один из немногих оставшихся образцов. Американские самолеты того времени во многом превосходили Зеру. Отчасти проблема заключалась в том, что, несмотря на скорость и маневренность, у Зера не было протектированных топливных баков. Попадая под обстрел американцев, Зера просто взрывались. Японии нужна новая тактика против мощного американского флота. И поскорее. Американцы подбираются к империи. Следующая цель — Филиппины. Филиппины — бывшая американская колония и жизненно важная территория, потому что именно через нее японцы поставляли топливо. Без топлива им не выжить. В октябре 1944-го во главе филиппинской воздушной базы стоял Токадзира Ониси. Ему приказано любой ценой остановить наступление союзников на острова. Но у него в командовании лишь 30 Зеро против сотен вражеских кораблей. Как можно удержать Филиппины с теми силами, что у нас есть? Он предлагает неожиданный и радикальный выход. Превратить 30 Зеро в бомбы. Вряд ли есть иной способ осуществить задуманное. Нужно установить на самолеты бомбы в 250 килограммов и взорвать американский авианосец. Это был первый бой для японских пилотов-смертников. Ему суждено полностью изменить облик войны. Новый отряд назвали «Камикадзе» или «Божественный ветер». Цель каждого Зеро — уничтожить американский корабль. Чтобы увеличить дальность полета, инженеры снизили вес, сняв пулеметы, броню и приборы радиосвязи. Затем добавляют топливные баки и бомбу в 250 килограммов. Они превратили самолет в ракету для атаки американского флота. Вице-адмиралу Аниси осталось найти пилотов. В Японии честь значит многое. Очень сложно сказать, мол, нет, я не стану умирать за страну, ведь так можно опозорить не только себя, но и всю семью. Поэтому многие молодые ребята были вынуждены храбриться, стараясь не растерять мужество. Командир, что случилось? В поисках первого в мире командира «Камикадзе» офицеры вызывают одного из лучших пилотов. 23-летнего лейтенанта Юки Осеки. Вас выбрали командиром подразделения специальных атак. Как вы на это смотрите? Вы обязаны позволить мне сделать это. Спасибо. Секи признается журналистам, что считает тактику смертников пустой тратой его талантов. Но все равно готовится к неминуемой смерти. Он пишет молодой жене прощальное письмо. Дорогая моряко, мне так жаль, что я умираю, ничего для тебя не сделав. Я покидаю этот мир, вспоминая все те радости, что мы успели разделить. Конечно же, они не хотели умирать. Но ситуация была критической и отчаянной. Им ничего не оставалось, как пожертвовать свою жизнь. На следующий день новые камикадзе были готовы к первому бою. Отрекаясь от мирских желаний, вы становитесь богами. Ваша жертва не будет напрасной. Постарайтесь изо всех сил. Вперед! Прежде чем сесть в самолет, Секи просит о последнем одолжении. Командир, передайте это моей семье. Конечно. 25 октября 44-й год. В море у Филиппин японский флот развязал жестокую битву с союзными войсками. В небе над ними Юкио Секи ведет первый в мире отряд камикадзе. После четырех неудачных вылетов он наконец выходит на позицию американского оперативного соединения и видит свою главную цель авианосец. Самолет Секи протаранил эскортный авианосец Сент-Ло. Корабль потоплен. Из команды в 889 человек 113 погибли. Сражение в Зале Вилейте окончилось успехом, поскольку японцам удалось потопить авианосец, самое важное оружие Америки, одолеть которое им было под силу. Также были выведены из строя три других, и все ценой пяти самолетов. Это отличный результат, сравнительный результат для японцев. Они решили, что тактика оправдала себя, и ее можно использовать. Вдохновившись успехом, командир Аниси решил еще шире развернуть тактику боя камикадзе. Из Японии присылали новых пилотов и самолеты. Чтобы защитить Филиппины, Аниси отправляет один отряд за другим. В сражении за Филиппины 121 вылет камикадзе был успешным. Удалось потопить 16 американских кораблей. Столь эффективной японская авиация не была уже много лет. Сила камикадзе была не только в том, что они топили корабли. Здесь еще и психологический фактор. Против тебя выходит враг, который ничего не боится, а это приводит в ужас. Но, несмотря на успехи, у тактики камикадзе есть свои изъяны. Пилотам удается топить и выводить из строя корабли. Но пока лишь один авианосец пошел на дно. Самый главный недостаток Зеро заключался в том, что он не мог унести бомбу нужной мощности. Ни заправленных под завязку баков, ни бомбы в 250 килограммов не хватало, чтобы потопить американский броненосец или авианосец. Японцам нужно что-то новое. Они нашли выход. Нечто еще более страшное и куда более мощное. Япония разрабатывает тайное оружие. Самолет-снаряд, созданный с единственной целью отправляться на миссии смертников. Его назвали Ока или Цветок Сакуры. В отличие от истребителя Зеро, Ока был скорее бомбой, чем самолетом. Ока – маленький пилотируемый снаряд с огромной бомбой. Отделяясь от самолета-носителя, он нырял в сторону американских кораблей, управляемый пилотом-смертником. Самолетов Ока осталось не так много. Но в Великобритании в закрытом ангаре сейчас восстанавливают одно из моделей. Ух ты! Я и не думал, что погляжу на него. Таких не видали уже три четверти века. Эксперту по авиационной технике Джо Пикорелле выпал редкий шанс увидеть, как выглядел настоящий Ока. Перед крылатой бомбой стояла лишь одна задача – доставить боеголовку к цели. Вся носовая часть 160-180 сантиметров была отведена под боеголовку. Свыше тонны взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. ТНТ. Именно для этого и создавался Ока – поразить флот союзных войск самой большой бомбой. Боеголовка составляет почти 60% веса самолета и занимает всю носовую часть. Прямо позади огромной бомбы находится кабина пилота. Внутри был только необходимый минимум техники – высотометр, указатель скорости и компас. А здесь, наверху, находился рычаг приведения снаряда в боеготовность. Нужно было лишь дернуть, после чего обратного пути уже не было. Так же в кабине есть то, чего нет ни в одном другом самолете. Эти два крючка для самурайского меча-пилота. Подняв голову, он давал сигнал команде из самолета-носителя, и те передавали ему последнюю материальную ценность – меч. С высоты в 6100 метров Око пикировал до цели, находящейся в 32 километрах. Он был оснащен дополнительными ракетными двигателями в хвостовой части. Они помогали преодолевать встречный огонь с корабля и пробивать броню. У Око невероятная скорость. В пикировании он достигал 965 километров в час. В те времена ничего быстрее по небу не летало. Око – радикальное решение. Но японцы в этом не одиноки. На континенте в нацистской Германии конструируют улучшенную модель собственного оружия террора. Принцип такой же – пилот-навигатор. Нацисты добавляют кабину пилота к мощной крылатой ракете Фау-1. Так появляется Райхенберг. Гитлер не был убежден в практичности отрядов Камикадзе и отменил программу. Тем временем, в Японии на тайной исследовательской базе идет разработка реактивного самолета Око. База расположена в портовом городе Йокосука, к югу от Токио. Но перед конструкторами встает серьезная проблема. Осенью 44-го года наступающие американцы начали бомбить индустриальные центры Японии. Линию производства нужно было переносить в безопасное место. Так были выбраны холмы, находящиеся рядом с исследовательским центром в Якосуке. Черт побери! Только гляньте на петли. В скалах, скрытые за старыми заводскими зданиями, по-прежнему находятся заброшенные руины. Это огромный бетонный бункер с массивными дверьми в пару сантиметров толщиной, которые не взять ни бомбой, ни взрывом. Снаружи одна стальная дверь, внутри вторая. Двойная защита от бомб, пуль, чего угодно. Это очень массивная конструкция, призванная защитить нечто жизненно важное. За густыми зарослями в глубине бункера скрываются остальные строения. Вся гора пронизана пещерами и туннелями, где японцы строили ока. Даже спустя 70 лет видны борозды отручных инструментов, которыми обтесывали камни, вырубая эту пещеру. Чтобы сохранить проект в тайне и обезопасить от американских бомб, производство было перенесено из открытого здания в эту самую пещеру буквально в паре шагов. Здесь не только собирали, но и хранили уже готовые к бою машины. Американские бомбежки тормозили производство ока. Но японские инженеры тайно разрабатывали другие виды оружия смертников. Было среди них и такое, что атакуют врага не с воздуха, а под покровом волн. Управляемая торпеда. В Ацусиме, на небольшом островке у южного побережья, на секретной морской базе, японский императорский флот создает торпеды для смертников. Историк Тош Минохара отправляется туда. Это Ацусима, остров, где располагается бывшая секретная морская база японской империи. Здесь собирали управляемые человеком торпеды под названием Кайтен, что переводится как изменяющие судьбу. Тош приехал взглянуть на то, что осталось от базы. Копия Кайтена стоит здесь как напоминание о том, что происходило на острове в 1944 году. Вот это Кайтен, управляемая человеком торпеда. Пилот должен был сидеть тут. Казалось бы, зачем вообще пилотировать торпеду? Причина кроется в системе наведения. Ручное управление увеличивало точность. Сидящий внутри человек мог контролировать ход снаряда до последней минуты. Эта боеголовка весит более полутора тонн, то есть на 30% больше, чем снаряд в самолете Ока. Кайтен одним ударом мог потопить большой броненосец. Это было очень мощное оружие. Одним из первых волонтеров, вызвавшихся управлять Кайтеном, был подросток Йотака Йокота. Он прибыл на Ацусиму в сентябре 1944 года. Но чтобы попробовать оружие в деле, сначала следовало выкатить его к воде. По этой дороге спускали Кайтены. Она была проложена здесь, около базы. Торпеду везли на колесах по специальным путям в туннеле, выдолбленном в горе. Как интересно. До сих пор можно разглядеть, где были рельсы. Кайтен везли отсюда до самого моря. Этой же тропой шли пилоты на учения, а то и на боевое задание. Это был путь в один конец. Назад не возвращались. Подготовка пилотов этого опасного оружия занимало несколько месяцев. Молодым курсантам вроде Якоты нужно было освоить управление вслепую, а потом суметь прицелиться, обнаружив корабль в перископ. В те времена не было современных систем навигации. Все зависело от мастерства человека, который не видел, куда мчится снаряд. у него был лишь компас и секундомер. Ноябрь 44-го года. Японский флот проигрывает союзным войскам в морском сражении за Филиппины. Флот отчаянно нуждается в Кайтенах. Но корабли сил союзников находятся в двух с половиной тысячах километров от базы. Японцам нужно найти способ доставить их точно на расстояние выстрела. Кайтен крепился к подводной лодке-носителю. На палубе располагалось порядка четырех-шести торпед. вот эти субмарины с большей вместимостью и доставляли Кайтен к цели. На морской базе в Ацусиме Кайтены получают свое первое задание. Но Якота еще не закончил подготовку и товарищи уходят без него. Их цель база дозаправки союзников в двух тысячах четырехстах километрах от них. Через 12 дней подводная лодка-носитель прибывает на место. Выпущенные Кайтены мчатся к укрытой гавани, где сотни американских кораблей стоят на дозаправке. Одна торпеда врезается в танкер Миссисиньёва. Это архивная запись горящего судна с 16 миллионами литров топлива на борту. Первая победа Кайтенов была одним из самых сокрушительных ударов за всю войну. Для японцев это был успех, ведь Кайтен справился и потопил корабль. Взрыв такой, будто потопило не один, а пять кораблей. Вдохновленные успехом японцы расширяют производство Кайтенов. Но Филиппины уже не удержать. Захват островов союзниками начинается в декабре 44-го года. Их следующая цель остров Окинава. Огромный флот союзников движется на север. Они приближаются к центру Японии. Кроме того, войска выходят на линию прямого поражения японских Камикадзе. Назначен человек ответственный за то, чтобы нанести сокрушительный удар. Назначен новый командир отрядов Камикадзе. Морской ветеран вице-адмирал Матомо Угаки. Он сражался с флотом союзников на Филиппинах и имеет представление о его мощи. Теперь он заведует операциями Камикадзе из безопасного подземного бункера. Сэр, в бухту вошли пять грузовых судов и семь эскортных авианосцев. Соберите пилотов и команды подразделения специальных атак. Операция назначена на завтра. Отходим в 8.30 утра. Угаки намерен предотвратить захват Окинавы войсками союзников. Японцы очень боялись, что их захватят. На протяжении веков они успешно избегали вторжения и надеялись на то, что так будет всегда. Смертники Камикадзе, командир Угаки, стоят в на южном побережье Японии. Отсюда они могут ударить по флоту союзников, идущих на Окинаву. После захвата острова американцы будут продвигаться внутрь Японии. Именно с этого полигона адмирал Матомо Угаки отправлял пилотов-смертников в атаку на американский флот. Майк Павелик получил разрешение от японского флота посетить этот полигон. Это самый южный полигон во всей Японии. Американцы стояли всего в восьми километрах от Окинавы. Японцы чуяли, что противник подступает. Угаки хотел спасти Японию от вторжения с помощью массовой атаки смертников. Он посылал эскадрон за эскадроном. Битва за Окинаву стала самой крупномасштабной операцией с участием смертников. Угаки припас козырь в рукаве. Тайное оружие Японии. Ракета Ока прошла испытание и готова к использованию. Сабура Дохи один из пилотов смертников также известных как боги грома. Он пьет напоследок церемониальную чашку Саке. Сегодняшнее сражение простым не будет, но смелость и упрямство способны устрашить даже бесов. Вы справитесь! Дохи и восемь других богов грома отправляются на Окинаву. Бомбардировщики несут смертоносные Ока. В 110 километрах к северо-западу команда Дохи замечает подступивших американцев. Эсминец радиолокационного дозора Маннарт Эль-Абеле. Дохи готовится к вылету. На высоте 5800 метров он отрывается от носителя. Он несется на скорости в 965 километров в час прямо на американский эсминец. Удар пришелся точно в центр. Корабль загорелся и потонул. Кажется, японцы наконец получили свое главное оружие. Нам удалось потопить один вражеский корабль и вывести из строя как минимум 14. Готовьте эскадроны для дальнейших действий. Пока американский флот наступает на Окинаву, командир Камикадзе Угаки отправляет к ним все больше ракетных самолетов. Подобный акт отчаяния повторяется в нацистской Германии. В апреле 1945 союзники приближаются к Берлину. Хотя изначально Гитлер миссии смертников не одобрил, на Люфтваффе оказывают давление. Решено отправить эскадроны на перехват американских бомбардировщиков. Известен случай, когда летчики пошли на таран моста, к которому приближалась Красная Армия. Но, к сожалению, фюрера слишком поздно. Берлин уже пал. Тем временем в Японии Камикадзе продолжают атаковать флот союзников, оттесняя их от Окинавы. А под водой готовятся нанести удар субмарины со смертниками. В водах у Окинавы к американской флотилии приближается японская подводная лодка. Якота в своем Кайтене готовится погибнуть вместе с торпедой. Старшина Якота из Кайтена-3, я на месте. После восьми месяцев подготовки Якота жаждет сыграть свою роль в защите Родины. Повторяю, старшина Якота из Кайтена-3, я на месте. Но возникла проблема. Из-за течи произошло замыкание, и Якота остался без связи. Его Кайтен не отпускают. Пустите! Я сам выйду на врага. Я смогу выйти на врага. Якота лишен возможности отдать жизнь за Родину. Я сам выйду на врага! Я сам на тот момент за Японию погибло уже 5000 камикадзе. Но эта тактика не смогла сдержать наступление союзников. На континенте в мае 1945 года нацистская Германия капитулировала. К флоту союзников в Тихом океане направляется подкрепление. 22 июня американские войска захватывают Окинаву. Теперь силы союзников начинают наступление на саму Японию. После потери Окинавы Япония не сражалась, а выживала. Казалось бы, Окинава захватен. О каком сопротивлении может идти речь? Японцам уже ничего не поможет. Но нет, они были настроены бороться и защищать свою страну до конца, бросив все на последнюю попытку спасти ее. На береговых базах вроде Ацусимы японский флот готовится по-новому использовать торпеды. Кайтены стали запускать прямо с баз. Их отправляли в глубокие воды, где они самостоятельно отыскивали и уничтожали американские корабли. Японцы также решают отправлять ракетные самолеты Ока прямо с секретных прибрежных полигонов. Один из них расположен в деревне Миёши к югу от Токио. Эта бетонная полоса была нижним слоем системы запуска Ока. Раньше здесь были стальные рельсы, на которых стояла вагонетка, груженная крылатой ракетой. Вагонетка была оснащена ракетным двигателем. За время разгона она придавала Ока достаточную скорость и направляла в сторону цели. Она направлена в сторону моря, откуда ожидалось наступление американских захватчиков. Август 45-го года. Более шести сотен Ока ждут своего часа. Пять тысяч самолетов готовятся к вылету на миссии смертников. Наготове более ста Кайтенов. Все готово к самой масштабной атаке смертников в истории. однако все напрасно. 6 августа 45-го года американцы сбрасывают атомную бомбу на Хиросиму. Через три дня еще одну на Нагасаки. пока японцы придумывали как одному смертнику уничтожить один корабль американцы обратились к науке и создали бомбу способную уничтожить город. Смертоносность и разрушительность этих бомб наконец убедила японскую империю сложить оружие и сдаться. Война окончена. Неизбежно приходит понимание, что жуткая тактика Камикадзе оказалась провальной. Достаточно сравнить потери. Они смогли потопить только 51 корабль, среди которых был лишь один авианосец. 51 корабль не стоит ни сил, ни жизни погибших как ни крути. Японская тактика смертников не оправдала себя, потому что американцы имели преимущество в виде неисчерпаемых запасов, как технических, так и человеческих ресурсов. У японцев закончилось все. Продовольствие, топливо, люди, самолеты, машины, нефть, все. На Тихоокеанском рубеже американцы просто раздавили японцев. Услышав о капитуляции Японии, командир Камикадзе Угаки отдает приказ о последней миссии. Собственной. Не выдержав позора капитуляции, он решает погибнуть так же, как его юные подопечные. Этот момент запечатлен на фотографии. Угаки не в состоянии управлять самолетом, и один из его подчиненных вызывается пилотом, демонстрируя невероятный дух Камикадзе. Но самолет перехвачен и сбит американскими истребителями. Угаки становится последним погибшим Камикадзе Японии. Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Михаил Хрусталев.